Этим летом одесский завод «Авиаримсервис» уже презентовал четырехместный самолет «Дельфин» – первую за многие десятилетия машину, созданную именно в Одессе. Вслед за «Дельфином» теперь штурмовать небо фермеру. Его разработали специально для сельского хозяйства. Будет орошать поля и бороться с вредителями. Директор «Авиаримсервиса» с гордостью показывает фермера губернатору. Уверен, что заказы будут нанести? Я уверен, да. У него очень большая эффективность в обработке. Если вам два, допустим, стоит гектара обработать почти по 200 гривен, то этого только 25. Одномоторный самолет пока оснащен бензиновым двигателем. Но комплектация может меняться под заказчика. Подобных в стране нет, и они крайне нужны. Стоимость фермера пока лишь приблизительная. Эта элегантная машина для хозяйства обойдется в 200 тысяч долларов. Одного экземпляра – это одно дело. Если экземпляров будет 30, 50, 100. Потребность Украины, если в чистом виде взять, около 300 таких самолетов. Вообще-то на наши все башни и поля. Поэтому чем больше серия, тем меньше стоимость. Предприятие «Авиаримсервис» традиционно выполняет заказы оборонной промышленности. Проект «Фермер» приблизит потенциал завода к актуальным гражданским нуждам. И в прямом смысле сделает продукцию ближе к земле. Самолеты, которые, во-первых, аналогов их нет в Украине. Во-вторых, они выпущены у нас, в городе Одессе, на нашем «Авиаримсервис», на нашем предприятии. И поэтому оно, конечно, очень важно. И это является, знаете, помимо всего прочего, это развивается предприятие, это дает рабочие места, это деньги поступают в бюджет. Главный конструктор проекта Игорь Бирюков трудился над «Дельфином» и «Фермером» несколько лет. На самолете два флага – украинский и российский. В Казани, в России, производят комплектующие для корпуса самолета. А украинские заводы заполняют его высокотехнологичной начинкой. Ну, вообще, самый уволонительный момент, когда он поднимается первый раз, да, после создания. После создания. Тут я не знаю, с чем это сравнить чувство. Конечно, есть чувство страха, оно должно быть, да, у любого человека. Но мы поднимаем самолет только тогда, когда полностью уверены, что он сядет после этого дела, да. И это плод большого такого времени, да, труда, коллектива, не одного только человека, а целого коллектива. Самолет или «Фермер»? А оказывается, два в одном. С помощью этой разработки одесские авиаконструкторы помогут фермерам бороться с полевыми вредителями. А фермеры, в свою очередь, надеются, что и урожайность поднимется до небес. Сегодня «Аверимсервис» способен выпускать до 50 таких машин в год. Создатели говорят, самолет соответствует самым новейшим техническим стандартам. Приспособить фермера для полей аграрии смогут не раньше, чем через год. В течение этого времени самолет будет проходить сертификацию. Самолет «Фермер» мы планируем выпускать минимум несколько лет в кооперации с фермером ВН «Город Казань». Почему? Потому что они будут нам формовать корпус, а мы будем наполнять его украинскими агрегатами, изделиями, деталями. И все, что необходимо для того, чтобы он летал надежно, устойчиво и прекрасно. Игорь Дегтяренко, Алексей Сорокин, телекомпания АТВ.